Здравствуйте! В эфире КАРТ-ТВ новости в студии Анастасии Евставхева. В этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Долго числятся за владелицей парикмахерской в Красногорске. У семи нянек... Все это благополучие несколько лет гниет. Автохлам, мусорные навалы и прочие прелести жизни в Красногорском поселке, земля которого принадлежит столице. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для центра созвездия определили место. Новое здание для учреждения, которое занимается обучением детей-инвалидов, построят на территории бывшего садика «Морячок». В общей сложности на участке в 4,5 гектара должны разместиться 33-й детский сад. Реконструкция его сейчас завершается. Еще одно дошкольное учреждение. Его должны подстроить. И новый корпус для центра созвездия. Участок найден. Это в Губайлово рядом с детским садом. Сейчас мы проводим геодезические работы. Начнем делать геологию. И сейчас уже занимаемся привязкой конкретного проекта к данному земельному участку. Как только мы сделаем, будем согласовывать с министерствами профильными образование, здравоохранение, соцзащита, строительный блок. Согласуем, заходим на проектирование. Мы планируем сделать здание порядка 8 тысяч квадратных метров. Само здание. Участок, он имеет такую сложную Т-образную форму. Поэтому мы сейчас определяемся, что останется под созвездие, что останется под спортивное ядро. В общем, комплексная будет такая застройка а именно в наших муниципальных целях для созвездия. В апреле начнется комплектование дошкольных образовательных учреждений района на 2016-2017 учебный год. Управление образования опубликовало на своем сайте график выдачи путевок. Первыми 12 и 13 апреля их получат дети с проблемами зрения по направлениям центра созвездия. Оформить путевку можно будет в МБОУ начальной школы детский сад на улице 50 лет Октября. Затем начнут формировать логопедические группы. Набор проводится в Управлении образования на улице Кирова. С 26 по 29 апреля запланирована выдача путевок в сельские детские сады, которые расположены в поселках Отрадное, Мечниково, Архангельское и деревне Путилково. Май объявлен месяцем выдачи направлений горожанам-льготникам. И, наконец, в июне смогут получить свой билет в садик остальные. С июля по август будет проводиться добор детей на невостребованные и освободившиеся места. Вся информация с точным указанием фамилии ребенка, даты и времени выдачи путевок будет размещена на официальном сайте Управления образования с 11 апреля. Родительская плата за посещение муниципальных детских садов в районе утверждена в размере 2,5 тысяч рублей. Величина установлена до конца этого года. Взнос за присмотр и уход за детьми не взымается за дни пропуска по болезни, если ребенок отдыхает в детском санатории. Также не оплачивается период карантина или закрытия садика на ремонт. При этом освобождаются от взносов не более 60 календарных дней года. Растет популярность записи ребенка в школу через интернет. С начала февраля на областной портал поступило уже 45 тысяч заявок. В Подмосковье в 2016 году на сайте государственных и муниципальных услуг заработал сервис электронной записи, где заявления могут подать как родители, так и законные представители ребенка. С помощью нового сервиса в первый класс уже записано больше 5 тысяч ребят. До июля детей зачисляют в школу в соответствии с закреплением по территориальному признаку. При заполнении электронной заявки система автоматически предлагает возможные школы. Уроки против абортов планируют проводить для девочек 10-11 классов в Подмосковье, сообщила заместитель министра здравоохранения Московской области Ирина Солдатова. Врачи придут с лекциями о последствиях прерывания беременности. По статистике, ежегодно в России аборты совершают около 5 тысяч девочек до 15 лет, так что семинары должны стать более чем актуальными. Судебные приставы совместно с сотрудниками налоговой службы вышли в рейд в Красногорске. Навестить им пришлось владелицу салона красоты, на счету которой неоплаченных налогов на 2 миллиона рублей. Каков выход из долговой ямы, разбирался Максим Мельников. Работников одной из парикмахерских Красногорска визит судебных приставов застал в разгар рабочего дня. Цель приезда инспекторов отнюдь не праздная. Общество с ограниченной ответственностью Сандра уже который год не может покрыть свои долги по налогам, сумма которых к 2016 году составила свыше 2 миллионов рублей. Мы сюда приехали к ООО Сандра. В связи с тем, что у организации образовалась задолженность, инспекции было вынесено решение о передаче постановления в службу судебных приставов для возбуждения исполнительного производства и взыскания задолженности в принудительном порядке. Сразу выплатить 2 миллиона с владелицы парикмахерской никто не требует. Сегодня ей судебные приставы выдали предписание погасить пока только 400 тысяч рублей. А для того, чтобы у руководителя организации был стимул оплатить задолженность, инспекторы произвели опись имущества. В Красногорском районном отделе служба судебного пристава на исполнение находится исполнительное производство в отношении организации ООО Сандра на сумму 400 тысяч рублей, возбужденное на основании постановления Красногорской налоговой инспекции. На сегодняшний день задолженность не погашена. Руководствуясь статьями 64-68 Федерального закона об исполнительном производстве был составлен акт в описи ареста имущества. Арест с имущества будет снят, если хозяйка салона выплатит 400 тысяч в течение 5 рабочих дней. Вот только по ее словам это невозможно. Свою неплатежеспособность она объяснила тем, что место расположения парикмахерской непроходное. Да и арендованное помещение повидало немало на своем веку. Периодические проблемы с канализацией и водопроводом вынуждают производить постоянные ремонты. Денег на оплату налогов не остается. Владелица бизнеса даже писала заявление о банкротстве. Но и здесь ее постигла неудача. Было заявление подано инспекции в арбитражный суд Московской области о признании должника банкротом. Но по заявлению нам было отказано в связи с тем, что у организации отсутствует имущество, которое может погасить задолженность и затраты по процедуре банкротства. Выходом из сложившейся ситуации может стать заявление о рассрочке или отсрочке задолженности. Как правило, налоговый орган идет навстречу должникам. В этом случае, в отличие от банкротства, государство может получить хоть какую-то сумму. Максим Мильников, Ольга Шиндяпина, Вячеслав Блажев, КРТВ Городской округ Химки, Одинцовский и Красногорский районы стали лидерами по приведению в порядок вылетных магистралей. Об этом сообщил во вторник начальник глав архитектуры региона Владислав Гордиенко. Речь идет о массовом демонтаже разноформатной незаконной рекламы, портящей облик магистралей. Завершить работы на всех трассах в регионе планируют к сентябрю. В транспортных артерий исчезнут непривлекательные информационные конструкции, некондиционные ограждения и незаконно установленные объекты торговли. Процесс осложняется тем, что на месте демонтированной вывески зачастую появляется новая, а вот собственника штендера найти сложно. Тем не менее, уже удалось очистить на 70% главные дороги северо-западного направления Ленинградское, Волоколанское и Рублево-Успенское шоссе. Более чем на треть выполнены работы по демонтажу на Минском, Горьковском, Пятницком и Егорьевском шоссе. Другая системная проблема – это отсутствие единой базы данных по вывескам. Для улучшения работы муниципальных образований глава архитектуры разработан и создан дополнительный слой для учета вывесок в ведомственной информационной системе градостроительной деятельности Московской области. В него вносятся все конструкции и вывески, имеющие разрешение. Это позволит вести учет конструкции в электронном виде и легко выявлять нарушителей. Сегодня ряд глав уже активно пользуются этой системой. В системе введено порядка в работе 3200 объектов. Это Реутов, Одинцовский район, Луховицкий район. Экологическая акция «Шина-2016» началась в Московской области. Сдать в утиль старые покрышки можно и в Красногорске. До 30 июня работает пункт по приему автомобильной резины. На площадке в квартале коммунальные ждут отслужившие свой срок шины. Принимаются стандартные покрышки от легковых и грузовых автомобилей. Они относятся к четвертому классу опасности. Их запрещено вывозить на городскую свалку. Период разложения резины в земле составляет более 100 лет. И все это время в почву попадают высокотоксичные вещества. Поэтому все собранные шины направят на заводы по переработке покрышек в резиновую крошку. Это, кстати, отличный материал, которым покрывают детские площадки, дорожки стадионов, кортов, школьных спортзалов и добавляют в асфальтовое покрытие самих дорог. 23 апреля в Московской области пройдет общий областной субботник, сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьев. Как и в прошлом году, мероприятие пройдет под девизом «Чистый двор – чистая совесть». Выходить на субботник и доводить порядок во дворах, парках и скверах стало для нас доброй традицией. Каждая семья в этот весенний день может внести свой посильный вклад в наше общее дело, отметил губернатор. По его словам, важно вовлечь в субботник максимальное число участников, поскольку чистота дворов и улиц зависит в первую очередь от самих жителей. По данным Министерства ЖКХ региона, в последние годы наблюдается тенденция к росту числа участников субботников. Так, в 2014 году в акции были задействованы 511 тысяч жителей, в 2015 уже 610 тысяч, в Красногорском районе – 4,5 тысячи. Понятно, что за один день убрать то, что накопилось за сезон под снегом, невозможно, потому в марте начались подготовительные работы. Вот такая типовая дорожная карта, уважаемый Андрей Юрьевич, сформирована для каждого муниципального образования. Значит, мы будем отслеживать ее исполнение по всем муниципальным образованиям в режиме видеоселекторов, по каждому направлению. И таким образом на 23 апреля должны выйти полностью подготовлены к проведению общеобластного субботника. Жители поселка Истра в сельском поселении Ильинска борются за чистоту своего населенного пункта. Часть территории там убирается регулярно, а часть, кажется, ни разу не очищалась за все время существования. Виной тому, как выяснилось, двоевластия. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Въезд в поселок Истра отмечен не стеллой, но мусорными развалами. Они здесь, говорят местные жители, испокон веков. Чуть дальше вглубь ситуация меняется не в лучшую сторону. На неопрятных газонах строительный мусор. Целые склады бетонных балок здесь обосновались, конечно, в нарушении всех правил и закон о благоустройстве. Дополняют пейзаж, брошенный по всему поселку автомобили. Дети по ним лазят. Соответственно, там стекла биты, вся эта ржавчина. Из аккумуляторов вытекает кислота. Это очень опасно для детей, для всех, и даже животных. Все это на асфальт, в землю, все мы этим дышим. Без стекол, без дверей их тут штук шесть. Для маленькой Истра это и правда много. Еще одна достопримечательность – старые кирпичные сараи. В свое время их строили, как и сам поселок, для нужд 62-й онкологической больницы еще в середине прошлого века. Они разбросаны по всему поселку и обросли самовольными пристройками и мусором. Все это заброшено, видимо. Люди переехали, все это дело бросили, и все это благополучно несколько лет гниет. Крыша проваливается, крысы размножаются, мусор туда сваливают. Никто это не убирает, никому это не нужно. В начале марта о своих проблемах истринцы написали на портал Добродел сразу пять заявок. И, о чудо, дело с места сдвинулось. По крайней мере, колодцы, которые были долгое время открыты, быстренько закрыли люками. Балансодержатель коммуникации 62-я онкобольница все равно получил штраф, но с задачей справился. А вот с остальной территорией сложнее. Жалобы жителей все подтвердились. По выходу на место зафиксированы факты, ненадлежащее состояние содержания территории в данном поселке. Являясь территорией земельный участок более 13 гектар, который, по сведениям из ЕГРП, Единого государственного реестра прав, принадлежит городу Москве, в лице департамента имущества города Москве. И эта проблематика, эта территория, она и складывается из того, что участок находится в Красногорском районе, в сельском поселении Ленинское, но принадлежит юридически городу Москве. Сам жилой фонд поселка находится в обслуживании муниципальной управляющей компании. Разницу в хозяйствующих субъектах можно увидеть невооруженным глазом. Около домов относительно чисто. Однако территорию коммунальщиков ограничивают пятью метрами от здания, не дальше. Вопрос с навалами отходов и автохламом, простой на первый взгляд, оказался немного сложнее. По идее, эту территорию департаменту имущества давно пора передать в муниципалитет. Либо заниматься своими гектарами как следует, говорят в Госадмотехнадзоре. Пока же столичное ведомство от службы получит штраф в 150 тысяч рублей за бардак и неблагоустроенность территорий. Если предписание будет не исполняться, то будут материалы все передаваться в суд. Анастасия Истафьева, Евгений Волков, Марьяна Быстрова, КРТВ. Не пугайтесь собак с желтыми бирками на ухе. В Красногорске начался процесс стерилизации, вакцинации и возврата в места обетования бродячих собак. Те животные, которые прошли процедуру, и помечены такими желтыми значками. Примеры вы видите на этих фотографиях. Таким образом, в регионе регулируют не только численность собак, но и безопасность на улицах. Известно, что животные наиболее агрессивны в период собачьих свадеб, бродячих псов, на которых поступают жалобы, обещают направлять на службу. Такие методы применяются в большинстве европейских стран уже более 50 лет. Все возвращенные животные метятся клипсами в ухо, чтобы каждый мог знать и видеть, что эта собака не опасна, стерилизована и привита. Фестиваль спортивного кино стартует в Красногорске 1 апреля. Для участия отобрано порядка 60 художественных и документальных кинолент, представленных участниками из 15 стран мира и 12 городов России. На суд международного жюри представлены фильмы о спорте, спортсменах, тренерах и великих победах. Откроет кинофорум игровая лента о трех легендарных российских спортсменах – борце Александре Карелине, гимнастке Светлане Хоркиной и пловце Александре Попове. Чемпионы быстрее, выше, сильнее. Всего же за время проведения фестиваля зрители смогут увидеть фильмы о 50 видах спорта, о таких популярных, как футбол и единоборство, а также о редких ролейболе и дрифте. С 1 по 5 апреля показы в рамках фестиваля пройдут в шести городах Московской области. Вход на все показы фестиваля бесплатный. Награждение лауреатов кинофестиваля состоится 5 апреля во Дворце культуры Подмосковья. В Нахабино начали формировать «Бессмертный полк». Одноименная акция вновь пройдет 9 мая по всей стране. Пока ведется подготовка к шествию с портретами фронтовиков, героев Великой Отечественной войны. В рамках подготовки к празднованию Дня Победы администрация городского поселения Нахабино предлагает не оставаться в стороне. Для того, чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк», необходимо принести фотографии участников войны в электронном виде в отдел культуры лично или прислать по e-mail. Снимки принимаются до 8 апреля. Тем, кто уложится в срок, штендеры предоставят бесплатно. Остальные также смогут принять участие, оформив плакат самостоятельно. Парад «Бессмертного полка» пройдет 9 мая у памятника павшим нахабинцам на улице 11 саперов. На майские праздники россияне смогут отдохнуть неделю, правда с перерывом. Весенние каникулы продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 9 мая. В этом году в связи с празднованием 1 мая у россиян будет 4 выходных дня подряд с 30 апреля по 3 мая включительно. А к празднованию Дня Победы, включая сам праздничный день, 3 нерабочих дня с 7 по 9 мая. Соответственно, после затяжного уикенда, после 1 мая нас ждет трехдневная рабочая неделя, а после празднования 9 мая – четырехдневная. По экспертным оценкам, рост труда России находится на среднеевропейском уровне. По числу выходных мы отдыхаем в среднем дольше, чем граждане США, но меньше, чем в Японии. Многие на продолжительные выходные запланировали выездной отпуск. В этом году, судя по опросам социологов, он будет весьма бюджетным. Впрочем, для того, чтобы совершить путешествие в удивительные страны, необязательно иметь визу и достаток. Совершенно бесплатно в ДК Подмосковья можно отправиться по городам и весям Азии. На 3 апреля в Красногорске работает выставка «Три империи» Артема Мишукова. Спешите видеть. Оказавшись в нужном месте, вовремя нажать на затвор фотоаппарата. Вот и весь секрет отличного снимка, рассказывает автор новой экспозиции. В путешествиях по Японии, Китаю и Монголии с поисками объектов съёмки и сюжетов проблем у него не было. Самой сложной задачей оказалось из более чем пятитысячной коллекции работ отобрать 56 для выставки. Каждая фотография должна вызывать эмоцию. Потому что если смотришь на фотографии и не цепляет, то, в принципе, значит, фотографий либо плохо снял, либо у вас плохое настроение в тот момент, когда вы смотрите фотографию. Поэтому я отбирал фотографии, чтобы были качественные и интересные, и какие-то вызывали эмоции, хотя бы мысли, желательно позитивные. Все представленные работы – один большой фоторепортаж о том, как живут люди в другой части земного шара. Съёмки непостановочные, по большей части спонтанные, говорит Артём. Разве что вот за этим кадром пришлось поохотиться. Увидеть хотя бы кусочек Великой Китайской стены без туристов – большая удача. И важно не упустить момент. Заброшенные пещеры, запретный город с летним дворцом императора – горы, вдохновившие Джеймса Кэмерона на создание аватара. Но наиболее колоритными получились, пожалуй, фотографии из Монголии – самой малонастелённой страны с многовековыми традициями. Каждый пейзаж, каждая фотография можно практически как заставку на компьютер ставить, как на рабочий стол. Очень красиво. Очень эффектно, скажем так, ночевать, рядом с юртой поставить палатку. А мы же в палатках, рядом с юртой пастуха. Были у него в гостях, очень интересные тоже люди. И ты ложишься спать, а слышишь, как воет волк там. Общение с местными жителями – важная часть любого путешествия. Так на снимках появляется дружелюбная японская молодёжь, без стеснения позирующая фотографу. Или монгольская семья в национальном одеянии. Окунувшись в жизнь жителей страны, можно открыть новые грани известных стран. Разрушить собственные стереотипы, считает автор фотографий. Китай гораздо интереснее, гораздо лучше. Могу сказать, что люди очень интересные, умные, но при этом с абсолютной восточной хитростью. Это в сравнении с другими, опять же, странами. Это такой менталитет у людей. Очень красивое сочетание и природы, то есть они умеют, и архитектуры, как современной, так и древней. Заочно побывать на фестивале в Японии, зайти в один из китайских храмов и искупаться в самом чистом озере Монголии. На фото-выставке Артема Мишукова можно до 3 апреля. Валентина Титова, Никита Рощин, Марьяна Быстрова, КРТВ. И о погоде в завершении выпуска. Весна, похоже, взяла свое. Судя по метеосводкам, понижение дневных температур ждать не стоит. А вот осадки возможны. В среду в Красногорском районе ожидается до 6-8 градусов тепла. Временами могут пройти дожди. На этом у меня все. Интересных тем для сюжетов мы ждем от вас по телефону редакции, по электронной почте. С вами была Анастасия Вставьева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова